ДИКИМИ СВЕРЬМИ ДИКИМИ СВЕРЬМИ Есть масса цирковых артистов и дрессировщиков в том числе, которые, грубо говоря, имеют достаточно такие обыденные формы, но когда ты занимаешься разными жанрами, физическая сила всегда помогает. ДИКИМИ СВЕРМИ А я честно отвечу. Дешевые стероиды. Ну что ж, во-первых, надо найти, то есть это уже поработать головой. Во-вторых, да, смелость употребить. Что может быть общего в этой красоте для вас? В баскетболе что такого там циркового бывает? За любой красотой, прежде всего, кроется трудолюбие. Баскетбол – это тот вид спорта, которым надо заниматься по-серьезному, много и не жалея себя. Это трудолюбие. Тогда ты становишься красивым в полете, тогда ты способен допрыгнуть до этой высокой корзины. Мне так кажется. В цирке были номера на баскетбольную тематику. Их объединяли с батутом. Один из очень знаменитых номеров, который был создан в России, очень потом востребован в Соединенных Штатах. В знаменитом цирке «Ринглинг». Это, если уж говорить прямо о буквальной связи. Но в цирке есть очень много жонглеров, которые жонглируют футбольными и баскетбольными мячами. Да. Кроме этого, вообще, в принципе, баскетбольный мяч, который вращается на пальце – это очень цирковой элемент. Если говорить о философии этого вида спорта, то, конечно, в первую очередь, командная игра. Цирк – очень командная история сама по себе. И здесь очень все важно и очень близко связано именно с взаимопониманием своего партнера, доверие партнеру и, в принципе, взаимодействие. Поэтому здесь, наверное, с точки зрения такой философии, тоже очень плотная связь. В студии у паркета Илья Аксенов. Да. Режиссер, КЛНщик, тиктокер, можно так сказать? Прости, Господи. Окей. Ну вот, это все, это все к Илье. Я вошел сюда, и я почувствовал себя, как будто я в Нью-Йорке. Да. Потому что я посмотрел фильм «Неограненные драгоценности», и я прям как будто бы оказался в этом фильме. Мне прям мурашки по коже пошли. Офигенная атмосфера. Грузится, чем КВН, потому что там во время репетиции музыки нет, и там тухло, типа. Там в этот момент просто уборщица моет, типа, пол. Просто вот такая, ты репетируешь, подвинься, пожалуйста. Там моет пол, нельзя ходить из-за этого. Типа, тут все тренируются, там нельзя ходить. И там еще такая фишка, что там кладут полы из пластика. И они отклеивают такой, знаешь, чтобы следы не оставалось. И вот когда они отклеили, начинают вонять пластмассой очень сильно на КВНе. Типа перед игрой за пять минут воняет пластмассой, и нельзя ходить. КВН — это пластмасса, типа. Вот ты в зале не чувствуешь, но для КВНчика запах КВН — это запах пластмасса. Общей заполняемости арены. Потерялся, видимо. А он придет? Папа придет, да. Я взял у него билетики, да, я подключать не буду пока. Сейчас, пять минут. Не, конечно. Пусть разберется. Ему лень разбираться. Если ты будешь смотреть, я знаю, что тебе лень разбираться. Это хоть, чтобы я с тебя разобрался. Пожалуйста, разберись сам. Ты сможешь, я верю. Это Торники, и у него 2000 очков в Евролиге. Как режиссер отмечает, если у него там, я не знаю, какой-то такой юбилейный показ, например, или какой-нибудь юбилейный фильм, ты знаешь уже, уже проставлялся? Есть такая вещь, как простава для съемочной команды? Слушай, у нас мир дружбы с жвачкой был такой момент, мы сняли сотый кадр, и я принес трехлитровую, не знаю, можно во время спорта об этом рассказывать? Я, вот, чувак знает, я принес трехлитровую банку самогона бабушкиного. Мы снимали в Туле, это мой родной город, я там вырос. И сценаристы писали про Новгород, я говорю, давайте в Туле, я там все знаю, типа. Если снимать про детство, то под свое. Я говорю, давайте в Туле. Мы приехали в Туле, сняли сотый кадр, я принес три литра бабушкиного самогона. Певица, актриса, ведущая, еще много-много кто? Блогер? Да, блогер. Анна Калашникова, дамы и господа, привет! За нашими спинами, дамы и господа, разминаются прямо сейчас армейцы и ребята из Баварии. Какие они высокие! Да, высокие действительно, что самый низкоростный игрок на площадке сейчас, я сейчас скажу, это Саша Хоменко, он там за колонной, пока ты его не видишь. Так у него 1,88 м рост. Самый маленький. Мужчину нормального, обычного, очень тяжело встретить, 1,88 м, сейчас какие там невысокие мужчины пошли. А баскетболист самый маленький считается, 1,88 м. Все остальные за 90. А чем больше рост, тем круче? Больше рост. Нет, крутость игроков от этого не зависит, от роста. Но попроще играть в баскетбол, если ты повыше. Какие армейские кричалки знаешь? Заискар всегда впереди, да, всегда победит. Ну, это самое главное. Правильно, еще. Давай, сейчас. Кони, кони, кони вперед. Всегда и везде быть на высоте, честно говоря, уже точно дословно не помню. Они кричат, что не разберешь, честно говоря. Ну, давай, хоть одно назови. Не-не, я как бы не кричу, у меня голос сразу садится. Ну, на самом деле, сегодня такая очень интересная игра, потому что Бавария – это все-таки заморский клуб. Заморский, технически, через Балтику тогда, наверное. А мы не были уже в Европе год практически. Так хочется на них посмотреть, как же они там живут. А, да, как они там в этой Европе, да. Как же они там. У нас в гостях вот этот вот молодой человек, Егор Пескунов, Ютуб-блогер. Ты расскажи немножко о себе. С какого возраста ты болеешь за ЦСКА? Ну, если проативно-баскетбольный клуб, то болею я где-то с 7 лет. Первый раз на стадион сходил лет 8. Это была игра с Басконией. А за футбольницей ЦСКА болею около 4 лет. Первый поход где-то в 6 лет тоже был. Ну, и я помню одну из игр, которые мне довелось смотреть в прошлом сезоне. Это тоже игра с Баварией как раз была. Одна из самых тяжелых игр в Евролиге в том сезоне у нас была. Домашняя победа 77-70, по-моему, если не успеет. Да, еще помнишь. Да. Бавария очень крепкая команда. И поэтому я уверена, что ее все вот эти вот результаты – это плоды заслуженной работы. На всякий случай. Для всех наших ребят. Сколько тебе лет? Давай. В марте будет 13. 13 лет. И он вот так размышляет. Про баскетбол может что-нибудь такое сделаешь? Ну, чтобы такое не было, чтобы именно такое не думать, но похожее могу. Попозже можешь, будем очень ждать. Все, начинаем, друзья мои. Всем спасибо. До следующего раза. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова